10 самых необычных геймеров в мире В мире больше 2 миллиарда геймеров, и поэтому можно точно сказать, что игры – это очень увлекательное занятие. В то время как мы можем предполагать, что в основном геймеры – это молодые парни, не стоит верить этому. В мире геймеров огромное количество необычных игроков, которые отличаются от остальных по многим признакам, будь то возраст, инвалидность или даже порода. Такие примеры геймеров вам в голову не придут. Виктор Де Леон Третий Вспомните, не были ли вы побеждены в игре за последние 10 лет кем-то под никнеймом Lil Poison? Не думайте, что вы одиноки, такое случается с огромным количеством людей. Настоящее имя этого игрока – Виктор Де Леон Третий, и он является самым молодым зарегистрированным игроком. В 2000 году, когда ему было всего 2 года, он уже играл в игру NBA 2K. В возрасте 4 лет, когда мы с вами пытались не попадать за линию в раскраске, он соревновался в большинстве турниров по Хейла и даже занял второе место среди 500 игроков. Рустам Ишкилдин Марафоны игр занимают обычно день или два, но почти всегда заканчиваются, так как людям приходится выходить из дома и общаться с людьми. В 2015 году русский подросток Рустам Ишкилдин сломал ногу и, как все подростки, занимал некоторое время играми. Я сказал некоторое время, я имел в виду целую кучу времени. Это все, что он делал на протяжении 22 дней. Он делал лишь небольшие перерывы на еду и сон. Отсутствие физической активности дало о себе знать, и он умер от одного из типов тромбоза. Бен Брин Одна из важнейших необходимостей для геймеров – это зрение. Но Бен Брин опровергает это утверждение. Необычным этого геймера делает тот факт, что он слеп. Будучи слепым от рождения, он не стал отказывать себе в играх. Он гораздо лучше играет, чем можно подумать, и даже обыгрывает своих зрячих друзей. Не способный видеть действия, он ориентируется на звук в таких играх, как Mortal Kombat и Rock Band. Георгий Ливий Представьте, что вы увлеченный геймер, и однажды вы лишились обеих рук. Это именно то, что случилось с Георгием Ливием, когда он пережил инфекционный менингит. Не имея рук, Георгию все же удалось найти решение проблемы. Он совместно с инженерами из университета Джона Хопкинса разработал контроллер, которым можно управлять при помощи ног. Похожие на сандали контроллеры позволили ему играть в такие игры, как Fallout 4, World of Warcraft в паре с игроками, которые могут использовать руки. Виртуальные родители Эти геймеры не только необычные, но и ужасно шумные. Многие из игр касаются появления в альтернативной реальности или подразумевают виртуальную жизнь. В 2010 году корейская пара решила поиграть в игру «Виртуальная жизнь», в которой одна из задач – воспитание ребенка. Была только одна большая проблема. У пары был настоящий ребенок, про которого они совершенно забыли. В результате ребенок умер от голода, так как пара была слишком занята своим интернет-чадом. В результате их, конечно, арестовали. Дорин Фокс Бабушки должны печь печенье, играть в карточные игры и баловать внуков, а не стрелять, лазить и убивать. Тем не менее, Дорин Фокс никак не может перестать играть в Call of Duty. В возрасте 70 лет она подсела на эту игру и даже стоит в очередях в магазин, чтобы купить новинки. Британская бабушка говорит, что ей нравятся экшен и насилие, что объясняет ее вторую любовь – GTA. Кэтлин Коноу Так как мы говорим о стариках-геймерах, почему бы не упомянуть самых старых из них? Когда родилась Кэтлин, были только изобретены светофоры, а мир был еще в двух годах от начала Первой мировой войны. Тем не менее, уже в возрасте под 100 лет она все еще играет в свою Nintendo DC Lite, и у нее огромное количество игр, которые позволяют ей поддерживать четкость ума. Она – обладательница рекорда, самый взрослый пользователь Nintendo. Что примечательно, эта шотландская старушка не играла в игры вплоть до 96 лет. Кошки и собаки Кто бы мог подумать, что помимо того, что кошки и собаки – наши лучшие друзья, они еще могут быть и отличными геймерами. Не верите мне, прошерстите интернет! Конечно, вы не проиграете своим питомцам в Halo или Call of Duty, но есть много доказательств того, что животные любят видеоигры. Начиная с фруктового ниндзя и заканчивая футболом. Они, может, и не понимают идею самой игры, но это не останавливает их от попыток. Мировые лидеры Политические лидеры мирового сообщества являются самыми влиятельными людьми. Но в 2014 году на собрании комитета по ядерному оружию одним из их занятий стали игры. Игра называлась «Запуск ядерного оружия» и проверяла скорость реакции некоторых мировых лидеров на запуск ядерного оружия. Ну да, это не была популярная игра. Но мы все еще ищем видеодоказательства того, как Обама и Меркель играют в League of Legends. Тио Сатрио Этот 11-летний мальчик совсем не похож на своих сверстников, кроме того, что любит видеоигры. Но что удивительно, у него нет ни рук, ни ног. Родившись без конечностей, мальчик невероятно хорошо адаптировался к жизни без них. Он использует подбородок и плечи, чтобы управлять контроллером от PlayStation. Этот индонезийский геймер демонстрирует снова и снова, что у него нет проблем в общении с его обычными друзьями. Надеемся, что вам понравилось видео. А вы сами геймеры? Оставляйте комментарии ниже и подписывайтесь на наш канал.